Потому что мне тут на английском предлагали выступить, могу на английском выступить. Меня зовут Марина, мы сегодня будем говорить о путешествиях в Нью-Йорк. В принципе, мы будем говорить и о путешествиях в США, но больше все-таки уделим внимание этому городу, потому что Нью-Йорк на самом деле для меня и для многих людей это огромная страна, это действительно большой город, я думаю, вы все это знаете. Поэтому, в принципе, мы говорим о нем отдельно, потому что в этот город можно поехать тоже отдельно, то есть посвятить полностью путешествия только одному этому месту. Немножко о своей истории. Я впервые попала в Америку и в Нью-Йорк 6 лет назад. Совершенно неожиданно я получила американскую визу, об этом я немножко позже тоже поговорю. Да, я получила американскую визу неожиданно, поняла, что мне надо собирать очень много денег, потому что это же Америка, наверняка это дорогой перелет, и с собой надо много денег взять. В общем, я 9 месяцев собирала деньги, поехала в Нью-Йорк на 3 недели, посетила также Вашингтон, Бостон, Филадельфию, Ниагарский водопад, влюбилась в страну, вернулась обратно в Киев, и тут у меня родилась такая очень идея, экстремальная, рискованная. Я подумала о том, что я очень хочу поехать жить в Америку. Почему? Я сама киевлянка, я родилась в Киеве, я ходила в школу, которая находится в 5 минутах от моего дома. Потом я поступила в университет, который тоже находится в моем городе. У меня всегда были друзья, у меня всегда под боком были родители. Мне хотелось выйти из зоны комфорта, мне хотелось переехать в город, где я никого не знаю, и начать жизнь сначала. Поэтому я подумала, что почему бы не Нью-Йорк, тем более я знаю английский язык. В общем, в следующие 9 месяцев я опять собирала деньги, только уже на 3 месяца. Я поехала в Нью-Йорк на 3 месяца. Официальная версия была, я еду учить английский язык, который я, в принципе, и так более-менее знала, но я действительно ходила на курсы. Провела в Нью-Йорке 3 месяца. Я, если говорить честно, то все эти 3 месяца я вот как шурик в кавказской пленнице, он собирал тосты и традиции, а я изучала, можно сказать, локальную жизнь. Иными словами, тусила. Но с тех пор, да, то есть все было прекрасно, только с тех пор моя жизнь поделилась пополам, то есть часть меня постоянно там, плюс у меня теперь уже есть огромное количество друзей. В общем, начиная с 2000 года, ой, с 2000, боже, с 2012 года, я езжу в Нью-Йорк каждый год. Я всегда очень жду этого и практически уже больше никуда не езжу. Мне почему-то не интересно. В Нью-Йорк и путешествую по штатам. В общем, закончилось все это тем, что ездила-ездила по штатам, подумала, почему бы мне не делиться своими знаниями и не сделать себе блог. Я сделала блог, который называется Columbus Chocolate. Можете сфоткать эту фотографию. Правда, сейчас он на ремонте, мы его переделываем, но я думаю, в следующей неделе он будет открыт. Сделала я блог. Начала писать туда статьи о жизни в Нью-Йорке и о путешествиях. Потом мне предложили, Марина, почему бы тебе не возить людей и показывать им Америку? Я посмотрела то, что предлагают украинские турфирмы. Очень расстроилась, потому что предлагают обычные путешествия, типа мы вас привозим в Нью-Йорк, селим в гостиницу, первый день мы вам показываем обзорную экскурсию трехчасовую, и все. И потом у вас пять дней свободного времени. Я подумала, что это нечестно, потому что в Нью-Йорке можно делать очень много всего интересного. И начала организовывать путешествия. Это то, чем я занимаюсь на сегодняшний день. Я блогер и организатор путешествий. Да, о визах. Перед тем, как я буду фотографии показывать, я хотела о визах рассказать. Почему я отдельно об этом рассказываю с самого начала? Потому что это одна из, мне кажется, тех наибольших преград, которые становятся перед человеком, который собирается поехать в Америку, неважно, в Нью-Йорк или в Лос-Анджелес. У кого-то есть американские визы, кстати, с вами? И вы были, да, там? Нет. Тяжело было получать визу? Вот. Прекрасный ответ. А, ага. Я поняла. Он у вас рабочий, либо 1Б2? Ну, для командировок, получается. Да, да, да. Да, дело в том, что есть такой стереотип, что американская виза, во-первых, это очень дорого. Да, американская виза туристическая, стоит 160 долларов. Но эту визу вам дают на 10 лет. И в течение этих 10 лет вы можете проводить в Америке 6 месяцев. То есть, грубо говоря, вы можете жить так. На самом деле, очень многие так делают. То есть люди, которые заинтересованы в заработке в Америке, в нелегальном, они уезжают туда на полгода, работают там, потом переезжают куда-то в Мексику, ждут, пока пройдет полгода, потом возвращаются обратно, условно. Вы то же самое можете делать, путешествуя. То есть не обязательно ехать туда на 3 недели. Если вам, опять-таки, позволяет время ваше, вы можете работать удаленно, вы можете поехать в Америку на полгода. Да, то есть если делить стоимость шенгенской визы, которая стоит 35 евро, даже если вы едете на 5 дней, и американская, которая стоит 160 долларов на 10 лет, то есть полгода... Ладно, не буду умножать. В общем, вы там фактически 5 лет можете провести. Это уже не так и дорого вроде бы как, да? Относительно процедуры получения визы. Если вы получали шенген, вы, в принципе, знакомы со всей процедурой, да? То есть надо сфотографироваться, надо заполнить анкету. Анкета на американскую визу, да, она больше, чем шенгенская. Ее заполнение у вас займет по-хорошему 40 минут-час, в зависимости от того, как вы подготовились к ее заполнению. Но, опять-таки, в этом нет ничего сложного. Подготовка к заполнению анкеты на американскую визу – это, ну, вот надо точно знать, допустим, когда родители, там, у них дни рождения, да? То есть многие знают число и месяц, но не уверены в год, да? В каком именно году, там, у папы день рождения, там, 70 или 71, условно. Вот, поэтому заполнять анкету на американскую визу можете самостоятельно. Я не рекомендую вам обращаться в какие-либо компании, которые там просят 200 долларов за то, что они подготовят вас к собеседованию, помогут заполнить анкету, и сами вы точно получите американскую визу. Вам никто никогда не может гарантировать, что вы получите американскую визу. Даже если у вас есть приглашение на работу, все равно никто никогда не может вам гарантировать, что вы ее получите, потому что решение принимают консул, а как он его принимает, этого никто не знает. Это своего рода лотерея, но, опять-таки, если у вас есть работа, вы заполнили свое место работы, если вы показали, какая у вас зарплата, и принесли эту справку, если вы, ну, адекватно себя ведете, да, разговариваете с послом, а не там стоите, чешетесь, к примеру, там, да, он может подумать, что у вас какая-то неизлечимая болезнь, то визу всем легко выдают. Что-то еще хотела сказать. А, да, недавно ребята рассказывали, в Киеве у нас получают итальянскую визу, несколько друзей у меня подавали документы, и они к справке о доходах, точнее, справке из банка о счете своем, их заставляли делать такую операцию, то есть они должны были прийти в консульство с своей карточкой, там стоит специальный банкомат, засунуть карту, нажать сделать выписку и показать эту выписку людям, которым они сдают документы. С американским посольством такого делать не надо, вы просто проносите документ о том, что у вас на карточке лежат деньги, и все. Проверять это никто не будет. И вообще, когда вы получаете американскую визу, очень редко просят показать какой-либо из документов. То есть, опять-таки, существует мнение, что все решили до того, как вы пришли, но вы все равно должны прийти, чтобы на вас посмотрели, убедились, что вы адекватный, нормальный человек, и все, тогда вы получаете визу, и можете путешествовать по штатам все 10 лет. Я рекомендую всем делать визы американские, пускай она будет, возможно, завтра, не знаю, там, завтра, возможно, через год вы вдруг решите поехать в Америку, увидите какой-то супер дешевый билет, купите его и полетите. Кстати, о билетах. Еще один стереотип, да, почему люди не хотят ехать в Америку. Они считают, что перелет, тот же Киев-Нью-Йорк, он очень дорого стоит. То есть, я когда первый раз ехала в Штаты, ко мне подходили там многие друзья и говорили, ну, да, мы не знали, что ты мажорка такая, что у тебя так много денег. Когда я спрашивала, как вы думаете, сколько стоит билет, все говорили, ну, от 1000 долларов, наверное, нет. Нет, билет по направлению Киев-Нью-Йорк, а вы, скорее всего, если из Украины решите лететь, то вам придется лететь из Киева, его можно купить за 350 долларов. Опять-таки, есть... Вы что, спрашивали? Да, это на самом деле так. Очень часто за 350 долларов предлагают билеты компания KLM или Air France. У них уже несколько лет подряд там 350-375 долларов. Можно легко купить билет. Это в обе стороны. А так, в принципе, средняя цена билета, если вы покупаете заранее, то есть я рекомендую за 2-3 месяца покупать билет, то, в принципе, я буду в гривнах говорить, с этим долларом непонятно вообще все. Ну, 12-14 тысяч гривен, вы спокойно можете купить билет туда-обратно. Вы до сих пор в шоке? Окей. Да, кстати, если у вас есть шенгенская виза, вы можете легко лететь через Европу. Это еще дешевле можно сделать. Еще один из стереотипов, который мешает людям поехать в Америку, для меня он смешной. Они говорят, что, ну, это же так долго ехать туда надо, ну, лететь, да. Лететь в Штаты всего лишь 10 часов. Все мы ездили в детстве на море и проводили в поезде 10 часов, 12 часов. Там, если это, вот я помню, был пассажирский поезд Киев-Евпатория, который ехал 24 часа. Вот, и как бы на море хотелось, мы ехали на море, и все окей. Что еще из стереотипов? Ладно, мне не подсказывают. Окей. Да, а, кстати, если есть вопросы, сразу задавайте. Нет, смотрите, приглашение, хорошо, когда у вас есть приглашение, это плюс. Но, опять-таки, если это приглашение от родственников, то это большой минус. Потому что для американского консульства, если у вас там есть родственник, у вас есть родственники? Да, то есть для американского консульства факт того, что у вас там есть родственник, а не дай бог, это ваш родной брат или сестра, это означает, что вы для них потенциальный эмигрант, потому что у вас есть очень близкий человек, который вас там примет, поможет в первое время. Вот, поэтому приглашение хорошо, когда это приглашение друзей, друзей-родителей, опять-таки работодателя, или, допустим, вас приглашают поучаствовать в какой-либо конференции. Можно делать визу абсолютно без приглашений, как делают мои многие друзья. Они бронируют на Booking.com гостиницу, которую можно отменить бесплатно за два дня до поездки. Вписывают адрес этой гостиницы. Авиабилеты вы не обязаны покупать. Если вас даже спросят в консульстве, купили ли вы авиабилет, вы можете смело отвечать «нет», потому что вначале мне надо получить визу. Хотя они это, в принципе, уже редко спрашивают. Можете сказать «да, я нашла рейс, не знаю, там, Киев-Нью-Йорк прямой, Мау, вот он мне нравится, но я пока не покупала, потому что мне надо сначала получить визу». То же самое касается и гостиницы. А вы уже заплатили за него? Нет, потому что мне сначала надо получить визу. Ну, то есть надо говорить правду. Многие, да, многие боятся очень, они идут в турагентства. Турагентства, многие турагентства, ну, в Киеве, по крайней мере, они делают такую фишку, то есть они якобы продают вам тур, условно, вы там платите им 100 баксов за их услуги, выписывают вам ваучер, вы с ним идете, получаете визу, потом, понятное дело, этот ваучер вам аннулируют. Вот. Но я не рекомендую это делать, потому что, если вы работаете, если вы путешествуете уже, да, то есть у вас не пустой паспорт, хотя очень многим дают с пустым паспортом. Да. Да, никто не покупает билет, я знаю, окей, я знаю одну девочку, которая сначала купила билеты, а потом пошла поддаваться на визу. Все остальные они не покупают. Да, да. Вот поэтому я и говорю, что американская виза, она намного проще, да, то есть вам не надо доказывать, что у вас на карточке действительно 30 тысяч гривен, да, или у вас тысяча гривен, вы их потратили. Вам не надо показывать, ну, если у вас есть подтверждение от отеля, то есть вы реально, вы уже оплатили, хотя этого лучше не стоит делать, то окей, да, это может быть плюсом. Они могут точно так же отказать, потому что, ну, опять-таки, существует наверняка человек, который действительно хочет поехать туда нелегально работать, и он себе все купил, чтобы точно показать, что вот я же уже купил, я еду. Ему посольство СМС скажет нет, если они считают, что он, ну, недостоин получить визу. Поэтому, ну, если очень страшно, можете, да, прокрутить вот такое феру с агентством, купить у них путевку на самом деле или якобы, но, я не знаю, у меня из друзей никто не делал так. Все шли самостоятельно. Все просто заполняли эти данные. Чтобы заполнить анкету на американскую визу, говорю, не надо вообще никаких специальных знаний, поэтому я не понимаю, почему люди берут за это деньги. Вы заполняете данные о себе, где вы родились, где вы выучились, куда вы ездили, где вы работаете, кто ваши родители, какая цель поездки, что вы хотите увидеть, где вы были за последние пять лет. Ну, то есть вы это все знаете, и, ну, просто там очень много вопросов повторяются по несколько раз. В конце идет замечательный, замечательных пять страниц дурацких вопросов. Занимаетесь ли вы терроризмом? Занимается ли кто-то из вашей семьи терроризмом? Занимаетесь ли вы торговлей детей, органов? То есть в конце везде ставьте no. Что ты говорил? Прекрасно. А, да, анкеты заполняются на английском. Единственное, что если вы не знаете английский язык, вам может быть сложно, но, опять-таки, вы открываете Google-переводчик и просто переводите, что вас хотят спросить. Там, опять-таки, не нужен какой-то специфический английский, чтобы написать, как вас зовут, и выбрать дату и месяц рождения. А собеседование проходит на любом из трех языков – русский, украинский, английский. То есть, в принципе, они обычно начинают разговаривать на украинском или на русском. Вы можете сами предложить говорить на английском, или он вам предложит говорить на английском. Если, к примеру, видят, что вы там по всему миру путешествуете и полгода жили в Британии. Для консула это означает, что вы английский наверняка знаете. По визам есть еще вопросы? Я делала вторую визу в декабре, и я написала, что я еду якобы на две недели. И на карточке у меня было типа, там, что-то около 20 тысяч гривен. То есть, в принципе, это типа больше тысячи. Ну да, 50 долларов в день. А? Ага, не больше. Тогда вообще был доллар 27. Ну вот 20-30 тысяч, если вы покажете, это будет прекрасно. Опять-таки, если у вас нету 20-30 тысяч прямо сейчас, как я обычно делаю. Я собираю деньги у всех друзей, кладу их на карту, делаю выписку с банковского счета, потом иду, получаю визу и раздаю деньги обратно. Вот и все. А, ну да, получили визу, и можно уехать. Да. Да. Ну, троюродние титка кузены можно не сгадывать. И я на самом деле, кстати, в начале этого года узнала, что у меня, оказывается, есть там родственники тоже какие-то очень далекие. Но я об этом не знала, я ставила нет, у меня нет родственников. То есть, если это действительно очень далекие, ну, то да, можно так сделать. Но если это родной брат или тетя, или даже двоюродный брат, то как бы, ну, они понимают, что все равно, если не вы друг с другом общаетесь, то ваши родители с друг другом точно общаются. Поэтому странно, что вы о них не знаете. Но вообще я рекомендую, ну, говорить правду, потому что, ну, что касается денег, да, американское посольство никогда не будет звонить в банк и спрашивать, а у этого человека действительно 20 тысяч гривен на счету или нет. И даже если они так сделают, то все равно банк, прежде чем сказать эту информацию, он позвонит вам и заставит вас написать официальное разрешение, что вы клиент банка такого-то, разрешаете дать данные о вашем счете, посольству Америки. Поэтому они этого никогда не узнают. Но что касается всего остального, лучше говорить, ну, всегда правду. И вам так спокойнее. И они ни к чему не прицепятся. Но если надо соврать, то проходим вечером тренинг, репетируем перед зеркалом, смотрим в глаза консулу, там, я же говорю, не отводим взгляд куда-то, там, не чешем лицо, там, нос. Вот это вот, да. Нет, там есть вопрос, есть ли родственники, если вы ставите «да», то потом… А, да, видите, я даже не читала, потому что… А, ну вот, прекрасно. Значит, не вважаются, да, троюродные? Нет, я не консультивала, там, коррекция, что у кого-то, где-то, где-то, где-то… Ага, прекрасно. Ну да, у них, наверное, нету шуринов, свахи, и какие у нас там еще есть странные названия родственников. Да, по визам есть еще вопросы? Я уже хочу фотки нам показывать. Давайте, вы задавайте, я буду фотки открывать. Ну, ставьте минимальную зарплату, я рекомендую 8-10 тысяч. Опять-таки, они это вряд ли будут проверять, и даже если будут проверять, то вы об этом узнаете, потому что зарплату они могут проверить, только позвонить на вашу работу, и все. Ну, 8-10 тысяч, если вы поставите, то это ок. То есть, понятное дело, если вы поставите, что у вас зарплата 4 тысячи, то вряд ли вам дадут визу. Потому что это очень мало, потому что с 4 тысячами, вы понимаете, да, что вам нужно скушать, еще там жить за что-то, и собирать на поездку в Америку очень тяжело. Ой, оно уже клацается, да. Да, на самом деле, об этом не спрашивается в анкете, то есть в анкете вы просто свой домашний адрес заполняете. Но с собой я рекомендую нести тупо все документы, которые у вас есть. Я нанесла аттестат об окончании школы, диплом об окончании университета, справку с работы, справку на какую-то часть владения дачной, вот тут дачной делянкой, дачным участком, документы на квартиру, документы на машину. Если есть у вашей сестры машина, несите документы сестры, что вот у меня у сестры машина, если мы вместе ездим. В общем, я нанесла сертификаты об окончании курсов каких-то, там, не знаю, рисования условно, то есть показать, что да, я здесь живу, у меня активная деятельность, я вот, у меня есть там квартира или часть квартиры, и вообще мне тут курсы надо заканчивать еще, поэтому... Я даже написала мини-резюме о себе, типа я, Гриценко Марина, я работаю там-то, я люблю путешествовать, ну, мало ли. Но на самом деле, давайте на этом завершу разговор о Визе. Что самое приятное, в 90% случаев вас не просят ни один документ, собеседование длится полминуты. Вы приходите, вас спрашивают цель поездки, говорите, путешествие, могут спросить, куда вы хотите поехать, то есть тут подготовьтесь, да, не просто я хочу в Америку. Я хочу поехать в Нью-Йорк, я хочу видеть Гранд-каньон, я хочу побывать в Лос-Анджелесе, там, покупаться на море в Майами, в океане. Вот, хотя бы что-то расскажите. Где работаете, могут спросить, есть ли у вас там родственники, сколько вы зарабатываете, ну, то есть какие-то вот самые обычные вопросы, собеседование в среднем длится полминуты. Если он очень быстро принимает решение, отдает вам обратно или корешок, вы оформляете доставку, или он отдает вам паспорт и говорит, извините, и он ничего не объясняет и не пытаетесь у него спрашивать. Вы только себе навредите, да. Если, к сожалению, вам отдали паспорт, вы его забираете и уходите. Они ничего не объясняют. Вот. Но визы украинцам дают, очень много. Это не хочется завершать разговор о визах о том, что отдают паспорт. Окей, давайте поговорим о Нью-Йорке. У меня несколько здесь папок фотографий. Первая папка – это знакомство. Я расскажу о том, какую я увидела Америку изначально, каким было мое путешествие. Второй блок фотографий будет непосредственно о получении local experience. Для меня он всегда интереснее о том, кто же они такие американцы, как они живут, такие нью-йоркеры. Первое, что обрушивается обычно на тех, кто приезжает в Нью-Йорк, такая серия фотографий идет, это высокие здания, на удивление. Все об этом знали? Ладно. Первое, что вы делаете в Нью-Йорке, это вы ходите с высоко поднятой головой. То есть это то, что все вроде знают, что дома там большие, но все равно первые несколько дней вы будете идти, высоко подняв голову. У вас что-то шок за шоком, я смотрю. Сразу, наверное, скажу из того, что удивляет в первые дни пребывания в Нью-Йорке или в любом другом американском городе, это действительно доброжелательность людей. Очень многие говорят, что она поддельная, что американцы не улыбаются неискренней улыбкой. Мне кажется, что лучше неискренняя улыбка, чем чего-то здесь корова стала и так далее. Да, поэтому первое, что вы замечаете, когда приезжаете в Нью-Йорк, это то, что вы ходите действительно с поднятой головой постоянно, с открытым ртом. То, что люди очень доброжелательные, все улыбаются. В Америке действительно, неважно, Нью-Йорк это или любой другой город, очень часто, не очень часто, а всегда, когда вы здороваетесь с кем-то, вы слышите и вы говорите «Hi, how are you?» Как вот в том фильме, да, почему все спрашивают «Как у меня дела?» На самом деле, вот эти вот два предложения «Привет, как дела?» они настолько уже слились в одно, что это, по сути, является, грубо говоря, просто «Привет». Но при этом говорить «Hi, how are you?» Все действительно спрашивают друг у друга «Как дела?» Мне первую неделю было очень непривычно этом, я постоянно как-то тормозила и стояла такая «I'm fine». И типа, что дальше? Ну да, вы к этому очень быстро привыкаете, и на самом деле, если вы побудете там, ну, к примеру, недели три, а я рекомендую ехать в Америку недели на две-три, потому что перелет действительно долгий, да, 10 часов, вот. Да и билеты, в принципе, да, там не тысячу гривен стоят все-таки. Да, поэтому, если вы там проведете две-три недели, будьте уверены, вы приедете в Украину. Я не знаю, как в Львове, не спрашивают, как дела у продавцов в магазине? Нет? Ну, в общем, если что, если кому? Окей. То есть после путешествия по штатам вы приедете и будете, ну, реально приставать к людям, привет, как у тебя дела. Вот, ноги будут погаться, потом привыкнут. Если вы ходите постоянно в один и тот же магазин, вас потом уже будут встречать и сразу встречать, как у них все хорошо. Да, это серия фотографий к тому, что вы смотрите постоянно вверх. Несмотря на то, что Нью-Йорк – это город небоскребов, да, на самом деле это очень уютный город. Когда я ехала первый раз в Нью-Йорк, я представляла себе город с огромными проспектами, где ездит куча машин, там постоянно пробки. Да, дома высокие, да, город ультрасовременный, но в то же время в нем огромное количество вот таких вот невысоких зданий, уютных уличек, уютных районов, а районы в Нью-Йорке называются или Neighborhood или Villages, в зависимости от места, где они находятся. Ну, в этом нет никакой логики. Какое-то называется Village, какое-то называется Neighborhood или Borough. Да, в Нью-Йорке в первые ваши дни путешествия вас не будет покидать еще одно ощущение, что вы здесь уже все знаете, да. Ну, я нахожу в этом очень логическое объяснение. Нью-Йорк, мне кажется, самый снимаемый город во всем мире, да. То есть, ну, не знаю, там каждый второй фильм, наверное, если он американский, его сюжет происходит на улицах Нью-Йорка или якобы происходит на улицах Нью-Йорка. Поэтому даже если вы в городе впервые, вам все равно кажется, что все уже знакомо, где-то вы наверняка это видели. Если вы любите кино, кстати, то можете мне потом написать, я вам дам очень классный сайт, ссылку на сайт, в котором очень грамотно расписаны локации, где снимались определенные фильмы. То есть я, допустим, очень люблю походить по местам, где снимались там всякие сексу-город, охотники за привидениями и так далее. Да, в Нью-Йорке очень много снимается кино. Очень часто, кстати, вы можете попасть непосредственно на съемки фильмов, просто гуляя по улице. То есть вас не будут, как в Индии, приглашать стать звездой экрана. Скорее всего, наоборот, будут просить вас отойти. Но на самом деле очень много людей стоит, наблюдают за съемками. Мы вот встретили Кевина Спейси, да, буквально вот в мае ездили. В метро, да, очень много. Да, вот в метро Киану Ривз часто люди встречают. И если знаете актера Джейк Джилленхал, который снимался в таких фильмах, как «Горбатая гора», и где он все. Не, он много на самом деле снимался. Ну, в общем, это такой очень смешной нью-йоркер, который очень много пользуется метрополитеном местным. И он задолбал нью-йоркеров, потому что вначале все радовались, типа, ой, класс, селебрити, давайте его фоткать. Потом фотографий с хэштегом Джейк Джилленхал в метро стало очень много, и люди же начали возмущаться, что перестань ездить в метро, нам уже не интересно. Да, можно встретить в метро очень многих звезд, кинематографов. Кого мы еще встретили? А, в прошлый раз мы встретили в кафешке замечательного. Кто смотрел, как я встретил вашу маму? О, смотрели. Теда Мозби мы встретили. Идем дальше. Да, если найду. Нью-Йорк – это город, в котором всегда очень много людей. Он действительно никогда не спит. Это такая вот одна из улочек, не помню какая, в середине дня. То есть, если вы любите красивые пейзажи и местечко, где очень мало людей, вы можете провести время наедине с собой, Нью-Йорк не для вас. Хотя, в принципе, в нем очень много мест, отдаленных от центра, где вы можете, не знаю, если вы любите медитировать, сесть помедитировать, подумать о вечном и так далее. Например, кстати, в Нью-Йорке есть выход к океану, поэтому я очень завидую жителям этого города. Им не надо летом ехать на море, вот те же 10 часов на поезде. Они просто могут сесть на метро и поехать на знаменитый район Брайтон-Бич. Или поехать, например, на Фар-Роково. Это такой небольшой полуостров. Дорога из Манхэттена занимает на метро часа два на самом деле. Но вы попадаете на море, просто используя свой проездной на метро. Большинство людей он безлимитный, поэтому, в принципе, ну, грубо говоря, оплатил проездной за месяц и все, поехал, поехал на море. Да, кстати, ой, я, наверное, заблокировала. Да, разблокировала. Одно из правил поведения в городе, которое связано с тем, что там очень много людей, это то, что вы не можете резко останавливаться, когда гуляете. Вы, конечно, можете это сделать, но лучше этого не делать. Почему? Потому что там всегда происходит движение, люди постоянно куда-то спешат. И если вы будете идти и вдруг резко остановитесь, там, не знаю, проверить, кто лайкнул вашу фотку, или там завязать шнурки, вас по-любому кто-то врежется. Потому что люди ходят очень быстро. Поэтому есть негласная рекомендация среди нью-йоркеров о том, что если вы идете по улице, и вам вдруг необходимо остановиться, вы вот как машина, да, должна найти, как это называется, карман, да, где можно там припарковаться на трассе. Вы должны найти какой-то карман, куда вы можете отойти, там остановиться, не знаю, проверить notification на телефоне, завязать шнурки и потом идти. То есть на улице лучше не останавливаться. Еще одно из правил поведения в Нью-Йорке, это то, что вы должны, не должны, а вы можете переходить дорогу на красный свет, в принципе, все так и делают. Движение останавливать нельзя. Красный свет или зеленый, даже если едет машина, нью-йоркеры все равно переходят дорогу. А? Да? Мы, кстати, заметили, что тут как-то на переходе даже опасно переходить, все равно едут машины. Ага, окей. Да, движение. И ночью. Это Тайм-сквер. Самое туристическое место, самое, наверное, узнаваемое. Многие вообще люди, когда думают об Америке, они сразу представляют Тайм-сквер. Это место, которое не то, что никогда не спит, и движение на нем никогда не прекращается. Это место, в котором с владельцев зданий берут штраф, если у них не светящийся бигборд. Потому что Тайм-сквер всегда должна гореть. Когда вы поедете в Нью-Йорк в первый раз, вы обязательно пойдете на эту площадь, и она очень вдохновляет, она очень яркая, там постоянно что-то происходит. Но это очень туристическое место. Поэтому если вы поедете в Нью-Йорк во второй раз, вы туда уже не пойдете. Да, это все. Она жену днем. Пустая улица в Нью-Йорке – это то, что очень редко можно увидеть. Видите, люди спокойно гуляют. Это вход в метро. То есть я, когда ехала в Нью-Йорк, я читала о том, что в Нью-Йорке метрополитен – один из, по протяжности линий, так сказать, он самый большой в мире, еще по количеству станций и так далее. То есть я себе представляла, такие вот, как в Киеве строят станции метро, помпезные здания с мраморными лестницами, экскалаторами, фресками на стенах. На самом деле, по сравнению с киевским метро, Нью-Йоркское метро – это, откровенно говоря, бомжатник. Потому что вот это вход. Я думала, что это вход в подвал магазина. Он еще посередине улицы, очень часто он прислонен к зданию, поэтому реально создается впечатление, что это вход в подвал. И, наверное, метро Нью-Йорка характеризует то, какие нью-йоркеры и то, какие американцы. То есть они не парятся. Им все равно, как что-то выглядит. Главное, чтобы это функционировало. Поэтому станции метро в Нью-Йорке, это, может быть, дальше будут фотографии, это такие облупленные платформы. В Нью-Йоркском метро очень грязно. Там особо не красят стены, не начищают все до блеска. Еще в Нью-Йоркском метро живут крысы. Поэтому будьте готовы. Кто боится этих чудных зверьков, они там есть, они в основном бегают по путям. Но если вы будете ехать ночью, то они будут бегать и по платформе. Поэтому не пугайтесь. Они обычно людей не трогают, они трогают только бомжей. Потому что, наверное, для крыс они очень привлекательные. Да, Нью-Йоркское метро ходит 24 часа в сутки. И это прекрасно, потому что, если вы где-то загуляли и посмотрели на часы, а время золушки уже давно закончилось, вам не надо тратить деньги на такси, которое в Америке, да, очень дорогое. Вы можете сесть в метро, обе-таки если у вас безлимитная карточка на метро, даже если вы приехали на две недели, можно купить безлимитную карточку на две недели. Вы ей пользуетесь, садитесь и едете домой. Несколько правил пользования метро в Нью-Йорке. Ну, например, если вы стоите на платформе, подъезжает поезд на перрон, и вы видите, что все вагоны забиты, а один свободный. Не садитесь в него и не думайте, что вы самый умный на этом перроне. Это означает, что там едет очень вонючий бомж. Поэтому там никто не сидит. Я не пытаюсь... В это... Не, поверьте, лучше не садиться. Ну, разве что противогазы, да. В метро Нью-Йорка можно делать, на самом деле, все, что угодно, в принципе, как в всем городе, всем все равно. На самом деле, нью-йоркеры, они используют метро в очень многих целях, потому что они проводят в нем очень много времени, когда они там едут на работу, если они живут не в Манхэттене, а где-то на Брайтон-Вич. Люди работают в метро, люди учатся в метро, люди танцуют в метро, люди спят в метро. Я, по-моему, там буду дальше. Ладно, поют. Мы устраивали с друзьями пикник в метро, то есть мы в прямом смысле слова расстелили подстилки на полу, разложили там то, что у нас осталось с пикника, вот, и ехали таким образом. Нью-Йорк — это свободный город, то есть вы можете делать там все, что хотите, идете по улице, нравится песня, вы можете петь ее, захотелось танцевать, можете начать танцевать на улице, можете, не знаю, ходить в какой-то нелепой одежде. Вот, да, следующий персонаж у нас, вот, например, мужчина с котом на голове. Это реальный человек, которого встретила свой первый день. Это человек, который ходит по городу с кошкой на голове, и, в принципе, он не просит деньги за фото, но намекает, что, ну, если хотите, можете мне заплатить. Мне успокоится. Девушки, да, девушки и мужчины могут ходить топ-лес. Это официально. Мужчины, да, странно. Окей. Да, проездной, ну, есть безлимитный проездной на неделю, ну, если вы там две недели, просто два проездных покупаете, он стоит 32 доллара. То есть одна поездка в метро стоит 3 доллара. Да, поэтому безлимитный за 32 доллара на неделю это очень выгодно. Плюс безлимитный, он работает, если вы покупаете безлимитный проездной, вы можете ездить бесплатно и в метро, и в автобусах. В принципе, вы автобусами будете редко пользоваться, особенно если вы в первый раз едете и будете ходить в основном по туристическим местам. Ну, все равно это приятно, вдруг он понадобится. И даже если вы, к примеру, поехали в Нью-Йорк не на две недели, а на 10 дней, и я все равно рекомендую покупать два проездных, то есть на неделю, еще раз на неделю, потому что даже если вы в Нью-Йорке на 3-4 дня, все равно берите безлимитный проездной на неделю. Вы в любом случае, если не сэкономите, то выйдете на ту же сумму, но вы не будете каждый раз думать, мне ехать или мне пойти пешком сэкономить. Да, такой небольшой travel tip. Если хотите увидеть статую свободы и не платить за это 20 долларов и слушать нудную экскурсию, есть замечательный State and Island Ferry. State and Island — это остров и один из пяти районов Нью-Йорка. Но так как этот район находится на острове, то туда ходит бесплатный барон, который доставляет тех, кому не повезло жить на этот остров. И по счастливому сечению обстоятельств этот паром проходит очень близко к статуе свободы, поэтому если вам интересно на него просто посмотреть и сделать пару фоток, не покупайте экскурсию. Потому что на экскурсии за 20 долларов вы сделаете то же самое, только ваш пароходик с миллионом туристов остановится на острове, где находится статуя свободы, и вы сфоткаетесь на фоне нее немножко ближе. Еще почему говорю об этом пароме, я недавно прочитала, что какие-то ловкие представители туристической индустрии, это и слой, которые на улице стоят, в центре разных городов и предлагают суперэкскурсии, они умудрились кому-то продать за 200 баксов поездку на State and Island Ferry. То есть человек, видимо, был из другой страны. Он не знал и заплатил. Поэтому запомните. Да, так выглядит Нью-Йорк ночью. В Нью-Йорке у вас есть уникальная возможность. Если вы в детстве мечтали побывать в облаках, да, или дотронуться до них, да, мама, они же так близко, почему с 10 этажа нельзя до них достать, то в Нью-Йорке есть прекрасная возможность это сделать, потому что, как вы видите, половина зданий на этих фотографиях, они просто погружены в облака. Поэтому, если вам повезло иметь супербогатого друга, который живет в Нижнем Манхэттене, а Нижний Манхэттен – это финансовый район, это то самое место, где Уолл-Стрид находится и Всемирно-Торговый центр, вы можете напроситься к нему на руфтоп и потрогать облака руками. Правда, вы ничего не почувствуете. Но все равно сам факт. Это то самое место, точнее, прожектора, это то самое место, где стояли башни Всемирно-Торгового центра. Сейчас там открыт мемориальный парк, открыт музей. Если кому-то интересна тема 11 сентября, я рекомендую сходить в этот музей. Там очень интересные экспонаты, записи разговоров, фотки, видео очень интересны. Да, куски зданий, вы можете их потрогать. И рядом стоит уже построенный новый Всемирно-Торговый центр, он будет дальше на фотографиях, в нем есть смотровая площадка. Это одна из трех смотровых площадок в городе. Поэтому, если вы хотите посмотреть на Нью-Йорк с высоты, вы можете отправиться на эту площадку. Она считается самой высокой. Но я рекомендую, я рекомендую, да, сходите на смотровую площадку, это прикольно. Но с другой стороны, если вам удастся найти там друга, это на самом деле сделать очень легко. Американцы не очень общительные, и вы можете легко познакомиться с человеком просто на улице. Так вот, если у него, опять-таки, если он живет в высотке, у него есть руфтоп, можно проситься к нему на руфтоп. Если вы не нашли себе друга, вы можете просто загуглить, в Нью-Йорке очень много баров на крыше, и вы можете отправиться в бар. То есть подняться на смотровую площадку стоит от 20 до 35 долларов, в зависимости от того, какая это смотровая площадка. За эти же деньги вы можете просто пойти в руфтоп-бар. Да, вы там потратите те же деньги, потому что в руфтоп-баре цены всегда выше, чем в обычном баре. Но вы за эти деньги получите и напиток, или там какую-то еду, и полюбуетесь на город. Да, и еще одна тема по поводу 9.11. Не разговаривайте с американцем на эту тему. Дело в том, что я в свое время посмотрела очень много фильмов о теории заговора, что это на самом деле все Буш подстроил, и они вообще сами виноваты, и как-то вот осмелилась с одним из друзей об этом поговорить. И хорошо, что это был друг. Он сказал, Марина, никогда не говори на эту тему с американцами, потому что для них это до сих пор очень болючая тема. Они не хотят верить, понятное дело, что это все подделало их правительство. Плюс очень многие потеряли там друга, друга, друга и так далее, поэтому это одна из запретных тем. Да, это место, сам мемориал, это вид из центрального парка. Нью-Йорку очень повезло, потому что в нем живет очень много людей. Из этих многих людей очень много богатых людей, и из этих богатых людей очень много людей, которые любят Нью-Йорк. Поэтому эти богатые люди, которые любят Нью-Йорк, они регулярно выделяют очень много денег, чтобы сделать в Нью-Йорке что-то прикольное. Ну и, например, вот центральный парк. Все знают, да, центральный парк, символ Нью-Йорка. Это на самом деле не настоящий парк. На этом месте когда-то было болото, камни, вот эти камни немножко осталось. Но благодаря жителям, которые очень любили город и которые выделили деньги, построили вот такое замечательное место. Я рекомендую всем сходить в центральный парк, обязательно, когда вы будете в Нью-Йорке, и пройти его полностью до конца. Потому что центральный парк в нижней части, то есть в той части, которая ближе к центру города, это туристические места. Если вы пойдете дальше, если вы любите побывать наедине с собой, не любите шумные города, то там нужно найти очень много мест, где можно расслабиться, устроить пикник и отдохнуть. Да, по поводу кино. Очень легко устроить какие-либо съемки. Это Чайна Таун. Почему это фотография? Нью-Йорк – это уникальное место, это такой некий Вавилон, то есть город, в котором могут существовать люди абсолютно разных национальностей, из абсолютно разных кусков света. Вот мы вроде все разные, да, мы там едем в Индию, думаем, о боже, эти люди, они вообще отличаются от нас, или там, не знаю, едем в Италию, смотрим, какие итальянцы активные такие, crazy немножко, и думаем, о нет, нет, мы не такие, мы не похожи. Но Нью-Йорк – это уникальное место, где люди абсолютно разных наций могут существовать вместе, жить вместе бок о бок в одном городе и при этом не поругаться, а дружить, встречаться, жениться, рожать детей, становиться друзьями. В Нью-Йорк – это уникальный город, в котором вы можете за один день совершить путешествие по всему миру. В Нью-Йорке есть Chinatown, в Нью-Йорке есть Little Italy, итальянский район, в Нью-Йорке есть Korean Town, в Нью-Йорке есть Brighton Beach, или Little Russia, в Нью-Йорке есть даже Ukrainian Village, есть мексиканский район, есть греческий район, есть район, где живут индусы, есть район, где живут французы, есть немецкий район. Что я еще попусти? В общем, я не буду перечислять все страны, которые я помню. В каждом из этих районов, какие-то из них большие, Chinatown очень большой в Нью-Йорке, Little Italy сейчас занимает всего лишь одну улицу, но тем не менее, в этих небольших районах живут представители той нации, которая представлена в названии, и обычно в этих районах, в этих улицах в любом случае есть хотя бы минимум один ресторан с такой трушной национальной кухней, у кого-то есть какой-то небольшой музейчик, где-то там картинная галерея, то есть путешествуя по Нью-Йорку, вы, грубо говоря, за один день можете объехать весь мир, ну или не за один, а за неделю, и познакомиться с культурой той или иной страны. Это все, что ли? Да, тот самый State Island Ferry, Статова Свободы, о котором я говорила. О-оу, они не переворачиваются. Ладно. Это парк Highline, опять-таки возвращаясь к богатым людям, которые живут в городе и постоянно жертвуют деньги на что-то прикольное. Здесь, наверное, не видно. Ладно, назад. Это парк, построенный на бывшей железной дороге, которая была заброшена. Эта железная дорога находится на определенной стакаде, наверное, на мосту. В общем, она стояла лет 20 заброшена, ее хотели сносить, но потом богатые и щедрые жители города решили построить там замечательный парк. Я вам тоже рекомендую там погулять, когда будете в Нью-Йорке. Это знаменитый музей натуральной истории. Многие говорят, что это тот самый музей, где снималась ночь в музее. Я не видела этот фильм, наверное. Я рекомендую сходить в этот музей. Здесь очень крутое отделение, посвященное космосу. Все, что вы видите здесь, вот эти вот все столы, на них на самом деле огромное количество кнопок, нажав на которые, будут происходить определенные действия. То есть где-то там в круге посередине вам там будут показывать, как, не знаю, что там вокруг Земли оборачивается. Что? Нет, нет, музей космоса в Вашингтоне находится тоже очень круто. Это называется вообще-то Air Space Museum. Да, там тоже и о космосе. Тоже очень круто. А это натуральный natural history и естественное естествознание. Но у них есть большое отделение, посвященное космосу. Да, ну вот, например, там можно померить, господи, на солнце вес 3,668. Может быть, дальше. Да, ну вот, вот эти вот все динозавры, все это там. На самом деле, если вы туда пойдете, я рекомендую смотреть динозавров и космический зал этот. Ну, если вы, конечно, любите бабочек, птичек, то, да, надо весь музей выйти на... О, классный вопрос. Еще почему я люблю Нью-Йорк, потому что там можно очень классно хитрить и ходить вообще бесплатно по музеям. В этот музей вход стоит 25 долларов, но в Нью-Йорке есть ряд музеев, например, музей натуральной истории, знаменитый музей Metropolitan, который типа американский лувер, в который вы можете зайти за 1 доллар. То есть у них действует такая схема, что вы можете назвать свою собственную цену. Сделали они это для того, чтобы бедные версты населения, они могли все равно позволить себе образование. То есть если людей, допустим, нет у семьи, заплатить 25 долларов, чтобы их ребенок пошел, посмотрел на скелеты и так далее, для них предлагается вы можете заплатить, сколько у вас есть. То есть можно на самом деле 50 центов заплатить, но я обычно даю доллар и захожу. Есть ряд музеев, в которые по определенным дням бесплатный вход. Вообще бесплатный, то есть даже не за доллар. Опять-таки вы просто это по интернету смотрите. Да, есть музеи, то есть это, ну да, есть музеи, в которые вход за донейшн, это то же самое, в принципе, доллар, влазить там 5, forever. Вот, поэтому в этот музей можно зайти за доллар, хотя его настоящая цена 25. К чему эта фотография? Сзади видно прекрасный Бруклинский мост, но речь не об этом. Вы видите перед собой три урны. Дело в том, что в Америке принято сортировать мусор. Ну, у нас в Киеве как-то пытались сортировать мусор, это было очень смешно, то есть поставили два контейнера разных, то есть один для бумаги и бутылок, второй для всего остального, пищевых отходов, вот, но приезжала одна машина, в которую это все сбрасывалось вместе и везло. У вас тоже так? Да, ну видите, это вы, наверное, принимаете практику Киевля, или мы наоборот ваши. Да, так вот, обратите внимание, здесь стоит три разных, мусорки, когда вы будете жить в гостинице, или если вы будете жить в квартире, а я рекомендую в Америке, неважно в Нью-Йорке, или в любом другом городе жить в квартире и вообще в любой другой стране, потому что, когда мы живем в гостиницах, они, в принципе, по всему миру одинаковые, и, ну, не знаю, там, может, узор, штор отличается, а все-таки, если мы живем в квартире, мы можем уже, как бы, начиная с квартиры, знакомиться с бытом, как минимум, страны, да, квартиры можно найти через прекрасный сайт AirBnB, платить онлайн и управляться, и жить в них, ночевать в них. Так вот, да, в Америке принято разделять мусор, зеленый мусорный бак предназначен для картона и бумаги, синий для бутылок и пластика, и серенький для всего остального. Если вы, конечно, на улице бросите, не знаю, пластиковую бутылку в зеленый бак, ничего с вами не произойдет, все окей, то есть, и даже если увидит полицейский, он не будет вас штрафовать и так далее. Но если вы вдруг будете жить, в гостинице тоже этого не будет, но если вы будете жить в квартире, снимите ее через AirBnB, или если вы вдруг приедете к своим друзьям или родственникам и напордачитесь с ресайклингом, на вас очень обидятся, потому что штраф от 100 долларов. Поэтому просто помните об этом. Несколько фотографий Нью-Йорка с Empire State Building. Свою первую поездку, опять-таки, я не знала о рухтоп-барах или о том, что можно к друзьям как-то проникнуть на крышу. Почему-то не переворачиваются фотки. Да, немножко назад возвращаюсь. К разговору о крышах. Крыша в Нью-Йорке это вообще отдельное пространство, то есть это не просто место, на которое можно выбраться и сделать классные фоточки или там просто посидеть, выпить чай. На крышах на самом деле происходит отдельная жизнь. То есть здесь мы можем видеть, у кого-то просто столики стоят, кто-то вообще вон садик себе сделал, деревья посадил. Есть очень много крыш, на которых бассейн находится. Люди там плавают, загорают. Есть крыши, на которых находятся теннисные корты, даже футбольные поля. Есть крыши, на которых находятся детские площадки. То есть, ну, нью-йоркеры, они, так как у них все, наверное, так как у них все очень дорого, они пытаются использовать грамотно каждый квадратный метр. Ну, в принципе, это прикольно. Позагорать на крышу или потусить. На этой фотографии город Нью-Джерси. Очень многие, когда приезжают в Нью-Йорк первый раз, думают, что это один из районов Нью-Йорка. На самом деле нет. Нет, ага, я тут могу показывать стрелочкой. Ага. Если вы видите красную точку, то вот это Нью-Йорк, а вот это уже Нью-Джерси. То есть, между двумя городами, которые еще относятся к разным штатам, на самом деле небольшой пролив реки Гудзон. А, боже, извините. Я думала, у нас один экран. Вот это Нью-Йорк, вот это Нью-Джерси уже. Извините, пожалуйста, думала, вам видно тот экран. Да, на самом деле это другой город, другой штат. Я не рекомендую ехать в город Нью-Джерси, потому что там нечего делать, откровенно говоря, и там ничего интересного нет. Но в штате Нью-Джерси есть очень крутые места, и опять-таки очень... Там очень классная природа, поэтому, опять-таки, если вы любите на пикник сходить, в горы сходить, то я рекомендую ехать в Нью-Джерси. Это уже город Вашингтон. Вашингтон очень чистый и красивый город. Страшно кому-то задумать. Да, действительно. Да, очень многие люди любят Вашингтон. То есть ребята, с которыми я езжу, они всегда восхищаются им, что очень красиво, очень чисто. Многие считают, что Нью-Йорк – это грязный город, хотя, не знаю, я вот в Индии была, вот я поняла, что такое грязь. Да, я поехала в свою первую поездку в Вашингтон, поехала на два дня. Вот сзади меня, вы видите, красивый бассейн, но он некрасивый здесь. Ремонт. Я поехала в Вашингтон в первую свою поездку на два дня, и мне было очень скучно. Поэтому совет такой. В Вашингтоне, вот на этой самой аллее, на которой находятся все главные достопримечательности, по бокам находится, по-моему, дальше будет белый дом, по бокам этой аллеи находится целый ряд музеев. Поэтому, если вам интересно, если вы любите ходить в музеи, и вы нашли музей по теме, который вас интересует, берите два дня в Вашингтоне, потому что первый вы походите по достопримечательности, там Белый дом, Капитолий, а второй день вы можете посвятить музеям. Но если вы вдруг не нашли музея, который вас интересует, или вообще не любите музеи, тогда берите один день, и вам в Вашингтоне его с головой хватит. Да, вот музей. Такой город-достопримечательность. И белки, жующие картошку фри. А вот это Вашингтон не в центре. Вот, то есть он такой, больше похож на настоящую Америку, но мы об этом попозже поговорим. Это уже город Филадельфия, кто смотрел фильм Рокки, да, со Сталлоне, вот здесь он бегал и тренировался, и в принципе сзади находится музей искусств, но я не видела там ни одного человека, который заходил бы в музей. Обычно люди, которые посещают этот музей, они занимаются тем, что они бегают по лестнице и фоткаются. Вот, как бы вот, вроде они Сильвестр Сталлоне. Да, я поехала в город Филадельфия. Если вы поехали в Нью-Йорк и хотите посмотреть побольше, можете съездить в Филадельфию, туда ехать всего лишь два часа из Нью-Йорка. Но, в принципе, этот город, он интересен американцам, больше американцам, чем туристам из других, туристам-путешественникам из других стран, потому что там, в принципе, ничего не находится, кроме колоколов, в которые звонили, когда они приняли свою конституцию, и зала, в котором они ее приняли. Поэтому для американцев, да, им интересно туда попасть, они там идут к этому колоколу, таркаются, дотрагиваются до него. Но, если вы не из Америки, то, в принципе, для вас этот колокол просто колокол, ну, красивый колокол. Еще в Филадельфии очень много странных памятников, памятник розетки, памятник прищепки и фонтан лав. Да, и якобы самая старая улица в Америке. Да, а это прекрасный город Баффало. Все смотрели фильм «Брюс всемогущий». Вот там есть момент, когда он едет на работу и загадывает желание, чтобы рассосалась пробка. В общем, вот это 5 утра, а вот это 12 дня. Я не знаю, где там пробки могут быть в этом городе, потому что такое впечатление, что там просто никто не живет. Да. А? А, видимо, да. Еще я там пыталась найти крылышки Баффало и не нашла их. Я не знаю, почему так случилось. Да. Но почему люди едут в Баффало, за счет чего живет Баффало? Потому что в 30 минутах езды от Баффало находится Ниагарский водопад, который здесь не видно, а который видно здесь. Вот он. Поэтому, если вы едете в Нью-Йорк, вы можете легко поехать на Ниагарский водопад. Ночь в автобусе или всего лишь час перелета на самолете, и вы там. Водопад действительно очень красивый. Он не является ни самым большим в Америке, ни в мире, ни самым широким. Он просто очень распиарен, и он красивый. Люди едут на него посмотреть. Это замечательный кораблик, который подвозят прямо к водопаду. Ну вот, вот он, водопад. Ага, все. Можно на такую папочку. На этом и первые путешествия закончились. А как выйти отсюда? Хорошо. Сейчас пойдет Local Experience. Да, я уже говорила, что я поехала в Америку с официальной версией, и что я еду якобы учить английский язык. Это то, как выглядит колледж в Штатах. Интересный момент вот здесь. Действительно, вот такие у них карты. Ау, слойка. Да. Я слышала, что в Австралии карта, где вообще весь мир перевернутый. Австралия тоже там в центре. Вот. Ну вот такие карты в Америке. Я попала на на стадион Нью-Йорк-Янкис, где проходила выпускная церемония учеников NYU. Вот эти все ребята, они очень богатые. Обучение в NYU это Нью-Йорк-юниверситет. Оно стоит там самые дешевые, от 50 тысяч долларов в год из самых дешевых факультетов. И выше, и выше. Я также познакомилась с украинской диаспорой в Нью-Йорке. И пошла с ними на... Это был 2012 год. Тогда еще был Янукович. Он хотел сделать русский язык вторым официальным. Вот. И я пошла с ребятами вот на такой мини-протест. В Нью-Йорке очень большая украинская диаспора. Они обычно тусуются, так сказать, в Ukrainian Village. Как я уже говорила, Ukrainian Village находится в прекрасном месте на Манхэттене, да. Я называю... Вот многие говорят, что Brighton Beach это русский район. Я называю Brighton Beach русскоговорящий район, потому что там на самом деле живут люди из России, из Украины, в общем, из всех бывших стран СССР. Все, кто знают, понимают русский язык. Да, там украинцы тоже живут. Ист Village находится на Манхэттене, это очень дорогой район. И да, там живут украинцы, но в основном они туда приезжают, потому что там находится церква Святого Юра, куда они ходят по воскресеньям на службы. Там находятся рестораны украинские, там находится украинский культурный центр, где проходят выставки украинских художников, показы фильмов, концерты. Вот когда приезжают наши ребята, там Boombox, Кианельзи, не знаю, наверное, они там выступают, проходят концерты украинских групп. Да, диаспора очень большая, но эти люди, они в основном общают, что для меня странно, я не знаю, я не сталкивалась с другими диаспорами, ну, так сильно, как с украинской, хотя, в принципе, у русских то же самое. Они построили у себя на Брайтон-Бич маленькую Россию в прямом смысле слова, которая застряла в 90-х. Там, по-моему, дальше будут фотографии. Вот, но особенность комьюнити украинского и, в принципе, да, и всех остальных, кто уезжает в Америку, это то, что эти люди, они, в принципе, они общаются между собой только. То есть, для меня это было большим открытием, потому что мне казалось, что люди, которые уезжают в другую страну, они прежде всего уезжают из своей страны, но нет, они общаются только с украинцами и английский язык не учат. такая у них жизнь, не знаю. Дальше. Ага, да, это тоже город Нью-Йорк, вот классическая украинская столовка. Да, называется она стрича. А? Да. Но парадокс в том, что в этой столовой готовят очень вкусный борщ, и я в Украине такого не ела борща, это было, я не знаю, может быть, потому что я была там и скучала за родиной, и поэтому мне борщ показался супер вкусным, но, честно, я такого борща нигде не пробовала. Кстати, говоря о еде, когда вы едете в Америку, будьте готовы к тому, что вы будете есть фастфуд. На самом деле, не буду вас пугать, там очень огромное количество ресторанов, в которых, да, готовят супы, в которых готовят нормальную еду, да, не фастфуд. Очень много... Нет. Очень много ресторанов, вот что касается, если вы вегетарианец или вы веган, очень много, там это очень популярно, поэтому вот многие ребята, но опять-таки еще сейчас в Киеве, по крайней мере, с этим легче, но еще 4 года назад вот девочка-веган говорила, что я в Америке просто наслаждаюсь в гастрономическом плане, потому что, если в Киеве мне очень тяжело выбирать себе продукты и, допустим, в ресторане я не все могу заказать, то в Нью-Йорке это очень просто, потому что огромное количество веганских ресторанов. Да, поэтому питаться в Нью-Йорке можно нормально, да, нормально, как в нашем понимании, но я рекомендую есть фастфуд, потому что, когда мы путешествуем, мы знакомимся не только с памятниками, да, мы знакомимся с культурой страны и через еду. Америка – это фастфуд. Поэтому покупайте еду на улице, это абсолютно безопасно. Я ни разу не травилась и не помню, что кто-то мне, допустим, там, когда я выступала, подымал руку и говорил, нет-нет, я травился, не было такого. уличная еда, уличная еда, Да, уличная еда очень вкусная, она очень дешевая и американские порции, они прекрасны просто, потому что я очень люблю, во Львове тоже вот хорошие порции, но в Америке не все равно больше, потому что в Киеве, когда вы заказываете салатик, вам приносят жмейку. Да, а я это очень не люблю, потому что, да, и на большой тарелке. Зачем? Принесите блюдечко. Нет, просто на тарелку и маленький салат. В Америке вам приносят большую тарелку с большим салатом. Поэтому, если заговорили о еде, вы можете смело брать одно блюдо на двоих, если вы путешествуете вдвоем, потому что порции очень большие, можете взять одно блюдо на двоих или два и поделиться ими, чтобы попробовать разные. Что еще из плюсов? Если вы кушаете в ресторане или в любом кафе, в крутом ресторане, не крутом ресторане, вам всегда приносят воду бесплатно, то есть в Америке вам не надо платить за воду, потому что вода является первой необходимостью, одной из первых необходимостей человека, поэтому вы за нее не платите. Это вода обычно из-под крана, но в Нью-Йорке все пьют воду из-под крана, потому что они гордятся своей водой, она действительно очень чистая. Что еще о питании? А, да, прекрасная новость. Если вы идете в Макдональдс, к примеру, или, не знаю, там в Сабвейс, это сеть, делают огромные сэндвичи. Сэндвичи стоят 5 долларов, вам уходят на 2 дня, я гарантирую. Так вот, в Америке очень часто в таких заведениях, когда вы покупаете стаканчик воды, вам дают стаканчик, и вы сами наливаете в него воду из автомата. Но это не означает, что вы можете налить воду один раз. Вы можете наливать с этим стаканом воду хоть 150 раз. Где? Да? Я не была у нас в KFC давно очень. А, ну, прекрасно. Ура. Вот, я знаю многих ребят, которые там сохраняют стаканчик и входят с ним неделю. Нет, за своим нельзя. Надо же... Вы, получается, когда покупаете воду, вам дают стакан этой сети, в которой вы купили. То есть для них это как бы... Они когда видят, что вы ее набираете, они понимают, что вы заплатили за нее. Если вы придете со своим стаканом, это означает, что вы пришли со своим стаканом. Можно потом перелить. Если уже на то пошло. Окей, идем дальше. Почему-то не первая сейчас фотография. Да, это украинский район, Тарас Шевченко Place. Очень многие национальные меньшины, они называют... Это неофициальные названия улиц, площадей и так далее. Есть там и Тарас Шевченко, наш родной. Вот украинский народный дом, то, что я говорила, в нем же находится украинский ресторан, сбоку там бар... Карпаты. Вот, кафе-веселка есть. В кафе-веселка не едите, оно якобы украинское. На самом деле, это очень странное заведение, в котором продают борщ, и рядом же с ним в меню куча гамбургеров, хот-догов, картошки фри. То есть там из украинского есть только вареники и борщ. Борщ невкусный. Афроамериканка. Да, кстати, из правил поведения, ну, не только в Нью-Йорке и в Америке, не говорите слово на букву N, потому что даже если вы говорите на своем родном языке и думаете, что вас не услышали, и вас услышали, лучше не рисковать. Так, идем дальше. А, не переворачиваться, ладно. В общем, нью-йоркеры, они очень любят ездить на различного рода дегустации, например, на винные. Вино у них не особо хорошее. Если вы хотите поехать на дегустацию вин, то едьте в Калифорнию, но не в штате Нью-Джерси. Хотя, ну, такая развлекаловка есть. Вот так это проходит в уикенд. Они выезжают с семьей, берут с собой еду, вот такие стульчики, весь день сидят, дегустируют вино. Причем при всем при этом они за рулем. То есть в Америке вы можете пить за рулем, понятное дело, не напиваться до смерти, но пригубиться, так сказать. Да, машины в Америке не останавливают просто так, как это делают в Украине, просто проверить документы, если вы там будете вилять по дороге, да, вас обязательно остановят. Вообще нет. Эта фотография рассказывает о следующем. Вы видите в двух местах вот такие вот кошики. Сейчас здесь показываю. Вот они, раз и два. Есть у них такое развлечение, как berry picking, то есть оно переводится, как собирание ягод. Если перевести это на будни украинские, то у кого есть бабушки или там родители выращивают что-то на огороде, там в деревне или на даче, то нам всегда преподносят эти овощи или фрукты, да, там, сыночек возьми, я сама вырастила эти огурцы, там, или там сама их закрывала, вот малинка, которую ты сажал, то есть у нас идет теплое отношение к тому, что мы сами вырастили. А в Америке идет теплое отношение к тому, что люди собрали. Вот, то есть есть такое развлечение, как сбор ягод. Вы садитесь в машину, едете тоже, если вы в Нью-Йорке, к примеру, штат Нью-Джерси, где находится очень много ферм. Вы заходите на эту ферму, берете такую корзиночку, идете, собираете ягоды там или овощи, которые вы хотите, на выходе вы взвешиваете их и платите, там есть цена за килограмм, вы платите за сколько килограмм, вы нас собирали. Вот. Вот такое есть развлечение, американцы очень гордятся этим. Вот, то есть если они поехали на какую-то ферму и сами собрали малину, они потом будут угощать вас, что ты что, я же сам ее собрал, попробуй, пожалуйста. Как будто бы сам растил. У Нью-Йоркеров очень много развлечений, они очень любят тусить. Вообще Нью-Йорк – это молодежный город. Я говорю не о возрасте, а о том, не о физическом возрасте, а о том возрасте, который у вас внутри. Нью-Йоркеры очень любят have fun, они любят устраивать какие-то невероятные праздники, там, по-моему, дальше будут фотографии. Это одна из моих первых роллер-вечеринок. Она такая, а, очень много любят устраивать олдскульных вечеринок. То есть я шла на эту вечеринку типа, аха, я умею кататься на роликах, но ролики оказались вот такие. Ну, в детстве у нас тоже такие были. Два на два, как я их называю. На них очень тяжело устоять, но это была очень клевая вечеринка. Люди одеваются, пытаются одеться типа в ретро-одежду и катаются на этих роликах. Это фотография бум-бокса в такой склад. Да. Это тоже была танцевальная вечеринка, которую устроили ребята-волонтеры, которые очень любят танцевать. Они собрали бум-боксы по всяким барахолкам, договорились с городской властью, они вообще делали тур по нескольким городам штатов. И вечеринка заключалась в том, что пришло, не знаю, там, человек пятьсот, там, не знаю, у каждого пятого был бум-бокс, в который были настроены одну и ту же волну. И люди просто вот танцевали на улице, в метро, на пароме, вот на том же State Island Fair и тоже все очень смешно любят одеваться. То есть Нью-Йорк, вот опять-таки, да, возвращаясь к вопросу о деньгах, что многие считают, что ну ладно, там есть виза, там даже на билет насобирал, но, боже, там же все так дорого. Да, вы видите, что в музее можно зайти бесплатно или за доллар, или за донейшн. Не обязательно платить деньги за то, чтобы подняться на смотровую площадку. Вы можете пойти в бар и потратить всем эти деньги на свою еду, опять-таки, да, покушать и посмотреть на город. Вы можете веселиться, то есть, опять-таки, не обязательно идти в какой-то супердорогой клуб, где тусит Леди Гага и платить 100 баксов за вход и там одевать каблуки, которые вы терпеть не можете. Все это можно делать бесплатно абсолютно. Да, вот финал этой вечеринки на Таймскуэр. Это фестиваль, это арт-фестиваль, на котором можно делать все, что угодно, например, заниматься флай-йогой. Вот это я с своими друзьями-американцами играем в странную игру, в которой обязательным условием было одеть на себя странную одежду и одеться как можно страннее и забрасывать мягкие игрушки друг к другу в бассейн. Да, продолжаем говорить о веселухе. Очень много проходит различных фестивалей. У нас сейчас в Киеве тоже начинают делать подобные мероприятия. Ну, вот, например, Water Fight. То есть, приходит тоже, не знаю, человек 200-300, то и больше. С водными пистолетами, причем неважно, сколько им лет, 5, 10, 45, и вот бегают, как ненормальные, по центральному парку и друг друга стреляют водой. Вот, вот так вот. Это тот же Water Fight, там просто раз в 30 минут звучит какой-то призыв, типа, э-э-э-э, все собираются вот в кучу и начинают стрелять в небо. Есть также бой пузырями. Ну, это такая light version для деток. Пострелять пузырями. Не так жестоко, как водная битва. Да, вот тоже люди выходят на улицу и тупо стреляют друг друга пузырями. Есть замечательный в Нью-Йорке парад русалок. Вот он проходит... Ну, он называется парад русалок, но вообще там и всех других существ, связанных с водой и с морем. Я пыталась найти историю этого праздника, так и не нашла. В общем, раз в году огромное количество нью-йоркеров, они регистрируются на участие в параде. Для этого они, не знаю за сколько, задолго, начинают шить костюмы. Они не берут их на прокат. Это все шиты самостоятельно костюмы. И не повезло, была плохая погода. И вот они идут, им люди хлопают. Они демонстрируют свои костюмы. Там дальше есть в конце... Есть на самом деле какой-то приз за лучший костюм. Но он какой-то не супербольшой. Ладно, я подождусь. Вот даже женщина-крафт. Да, по поводу метро. То, что я говорила, что в нью-йоркском метро можно делать все, что угодно. Можно танцевать, петь, встраивать пикник. Никто за это вас не осудит. Да, вот и пикник, кстати. Вот так он выгонял. Можно спать в метро? Мне даже дали подушку, потому что мой друг возит подушку на случай того, что если он вдруг захочет спать в метро, он может лечь и спать в метро. Можно перевозить велосипеды. В Киеве нельзя перевозить велосипеды. В Нью-Йорке велосипеды перевозить можно. И можно еще и кататься на самом деле в них по метро. Это фотография американского пикника. Когда меня пригласили мои друзья-американцы на пикник, я подумала, ну как бы мясо я покупать не буду, сырое, потому что я не знаю, что они едят. Вот, поэтому куплю себе такую легкую пикниковую корзину, так сказать. И я купила порезанный сыр, там помидорчики, перчик, там какую-то порезанную колбаску и хлебушек. Прихожу я на пикник, а все сидят, вот видно, с печеньками, чипсами, шоколадками. Сейчас покажу, вот они. Как выяснилось, в Америке есть два формата отдыха на улице, так сказать, с едой. Это пикник и барбекю. Вот на барбекю люди как раз и жарят мясо, сосиски, а на пикнике люди едят всякую хрень. Например, чипсы, печенье, конфеты шоколадные. Ну вот как-то странно, я очень люблю шоколад, но есть шоколад на жаре, ну такое. Очень любят американцы приносить на такие пикники хумус, есть его с хлебом, также у них продаются специальные чипсы, тортила называются, они треугольной формы, в основном они сделаны не из картофеля, а из кукурузы, и они бескусные, то есть эти чипсы они используют для того, чтобы есть соусы. Вот приносят мне такие чипсы с соусами, конфеты и сказала уже. В общем, овощей и нарезки приносят мало кто. Истерика. Да, по поводу крыши. Как-то раз меня пригласила девочка на свой день рождения, и я ни разу в жизни не видела эту девочку, я не увидела ее на дне рождения, и никогда не видела после дня рождения, потому что потому что почему. Когда мы празднуем день рождения в Украине, мы обычно приглашаем самых своих родных и любимых друзей, родственников, ну, в общем, одним словом, людей, которых мы как минимум знаем. В Америке все происходит немножко иначе. Ну, во-первых, а, нет, вы будете во-вторых, американцы очень любят большие веселые тусовки, чтобы всем было весело, людей побольше, поэтому на свой день рождения не приглашают тупо всех подряд. Одно из правил, вы приходите на день рождения без подарка, соответственно. Почему? Потому что если вы будете покупать подарок каждому, кто пригласился на день рождения, а учитывая то, что на день рождения приглашают все подряд, то вы ходите на день рождения примерно через день, вот, то вы разоритесь. Ну, и как бы все остальные люди тоже разорятся, если будут постоянно дарить подарки. Плюс именинник разорится, если он будет кормить толпу в 400 человек и поить. Поэтому, когда вас приглашают на день рождения в Америке, вы не несете подарки, но вы несете еду и алкоголь. Бывает, конечно, что именинник пишет, что с меня, допустим, закуски, вы там берите свой алкоголь. Очень редко бывает, что именинник накрывает стол. Но в таком случае он приглашает только действительно близких друзей, которые, тем не менее, все равно могут прийти без подарка. Вот. Да, эта вечеринка проходила на крыше, то есть я шла на день рождения к девочке, я делала платье, не взяла с собой подарок, вот, прихожу, оказывается, что надо лезть на крышу. Как видно из таблички, крыша, это предназначено только для экстренных ситуаций, да, для пожарников, которые будут тушить пожар. Но нью-йоркеры не такие авантюристы, они очень часто нарушают правила, поэтому вечеринка проходила на вот такой запрещенной крыше, на которую было очень тяжело подниматься. Это к тому, что в Нью-Йорке будьте готовы всегда к очень неожиданному повороту событий. Да, ну, вот эта вот непосредственно крыша, это парень-именинницы, где именинница, я так и не узнала. Да, еще одна крыша, это о том, что, ну, можно получить вид не хуже, чем со смотровой площадки, просто если вам повезло найти друга или крутой бар. А, да, я ем гречку. Да, что касается спортивных каких-то развлечений, я уже сказала, что в Нью-Йорке есть выход к океану, и дорогу занимают всего лишь несколько часов, это из Манхэттена, если вы живете на Брайтоне, то вы вообще вышли из дому и купаетесь уже. Помимо того, что, да, можно ездить морю, помимо того, что можно за день обойти весь мир, недалеко от Нью-Йорка также есть горнолыжные курорты, поэтому, если вы любите кататься на лыжах на борде, вам тоже не надо тратить время, чтобы куда-то ехать, буквально полтора часа на машине, и вы уже покоряете горные вершины. Также есть замечательное место, как река Де Лавер, она находится между штатами Нью-Джерси и Пенсильвания, а эти два штата находятся возле Нью-Йорка. Вы можете спокойно совершить такую водную прогулку, причем там есть разные сложности, мы проходили самую такую легкую, то есть у нас был просто приятный день, мы плыли, это рафт называется, вот, есть там какие-то уровни посложнее, пожалуйста. Да, то, что говорила, есть выход к океану, океан, я почему-то всегда думала, что Атлантический океан, он холодный, а тихий он наоборот, он же тихий, он приятный и теплый, все оказалось наоборот, например, в Лос-Анджелесе даже летом очень тяжело покупаться, потому что вода очень холодная, а в Нью-Йорке, который находится севернее, чем Лос-Анджелес, и вообще на другом берегу, и с Атлантическим океаном, можно легко купаться. Это Нью-Йоркский бар, фотография абсолютно не симпатичная, но это то, что у вас будет получаться, когда вы будете пытаться сделать фотографии в Нью-Йоркском баре. Там всегда, в любом баре, очень много людей, они забиты просто, как вы видите, люди, они не сидят, они стоят, то есть в барах есть сидение, но за ними в основном никто не сидит, то есть если в Украине бар это больше, мы пришли своей компанией, сели за столик и общаемся с друзьями, то в Нью-Йорке это просто некое место, где есть барная стойка, наливают алкоголь, да, есть столики, возле которых люди могут стоять, или они просто стоят и пьют пиво, или что они там пьют, вот, и все очень громко говорят, поэтому если вы, опять-таки, пошли пообщаться с другом, выбрали бар для этого, это очень плохая идея, потому что вы или ничего не услышите, или будете просто весь вечер орать. Кстати, бар в Нью-Йорке, он же и спортивный клуб, и дискотека, спокойно можете отправляться в баром за любым видом ночных развлечений, так сказать. Это замечательная игра Beer Pong, кто-то знает, что это за игра? Ага, ну, кто не знает, я рекомендую в нее поиграть, если вы будете в Нью-Йорке, это веселая пивная игра, смысл которой заключается в том, что у вас есть стаканы с вашим пивом на вашем конце стола, у противника точно такой же набор на другом конце стола, и вы должны забросить шарик от настольного тенниса в бокал своего противника. Если вы забрасываете, противник выпивает. Выиграл тот, у кого остались стаканчики на его поле, так сказать. Я, когда начинала играть в эту игру, я почему-то представляла, что бокалы будут полные. Не пытайтесь наполнить их доверху, вот наполняйте их вообще там, не знаю, не на три четверти, а на десять четвертей, потому что, если вы играете один за свою команду, вам придется пить очень много пива. Это пляж Кони Айланд, который находится возле Брайтон Бич, но это абсолютно другой район, там очень мало русских. Это история пляжной вечеринки, которая началась с того, что был пляж, были люди, на этом пляже был мужчина с айфоном и с колонкой, и он в какое-то время просто включил музыку, и пять человек начало танцевать. Через полчаса это уже превратилось в огромную пляжную вечеринку. Приехала полиция в недоумении, типа, что у вас здесь происходит. Почему приезжает полиция очень часто в Нью-Йорке и, в принципе, в Штатах? Она может приехать, когда что-то происходит, то есть не обязательно, что они приехали, мы вас разгоним. Они просто увидели большое столпотворение людей, которые чем-то занимаются, и их об этом не предупредили. Поэтому, если вы хотите устроить вечеринку на улице, сообщите об этом полиции. Плюс, да, плюс полиция немножко несет другие функции, чем в Украине, пока что. В общем, они приезжают не для того, чтобы наказать, они приезжают для того, чтобы, да, помочь и охранять. Вечеринку. Это фотография Summer Stage в Центральном парке. Каждое лето в Центральном парке, то есть она существует, там и зимой стоит, но закрытое. Есть некое место, которое называется «Летняя сцена». На протяжении трех месяцев на этой сцене происходят различные концерты, чтение стюхов, к примеру. Такое там не происходит. Юмористические шоу, какие-то театральные постановки и так далее. Это происходит каждый вечер, вход бесплатный. О, боже, что... Ладно. Sorry, я не знаю, почему перевернутые фотки. Да, к вопросу о питании еще одна перевернутая фотография. Я рекомендую в Нью-Йорке есть пиццу. Может быть, родина пиццы и является Италия, но лучше всего ее делают в Нью-Йорке. И пиццу вы можете купить в Нью-Йорке за один доллар. Специфика продажи пиццы в Нью-Йорке. Хотя я видела вас в Львове, тоже такое есть в Киеве. Почему-то такого нет. Вы можете купить один кусочек пиццы. То есть в Киеве вы покупаете только целую пиццу. Вы не можете купить кусочек. В Америке вы можете купить и в Нью-Йорке в том числе кусочек пиццы. И этот кусочек пиццы может стоить один доллар. Это пицца с сыром, то есть без ничего. Это просто хлеб и сыр. Как она называется? Маргарита? Не, Маргарита с помидорчиком. Это просто сырная пицца. Если вы хотите там добавить колбасу, это будет доллар пятьдесят. Но куски очень большие. А, да, вот они с колбасой. Блин, почему фотки не превращаются? Да, то есть в принципе этих двух кусков вам хватит на, ну, не знаю, зависимости от аппетита. Мне хватало съесть их типа там часа в четыре-пять вечера. Это был мой обед и ужин. Опять еще одна неперевернутая фотка. Бургер, американский бургер, оцените его размеры. Рядом салат и где-то там еще сзади картошка фри. В Америке есть такая традиция, что когда вы покупаете какое-то главное блюдо, вам всегда что-то предлагают в дополнении. Это называется он и сайт. То есть если вы покупаете бургер, вы не покупаете просто бургер. Вам сразу предложат к нему, а точнее спросят, так, что бы вы хотели. Салат или рис, или картошку фри, или там все сразу. Да, и это все входит в стоимость. Очень часто раздают еду на улице. Например, вот фотография центрального парка. Проходил некий марафон, очередной марафон в Нью-Йорке, на котором угощали бананами и водой непонятной концентрации. Но типа она была полезна для здоровья. Да, фотография о том, как раздают еду, и люди за нее не дерутся. А, все. Я почему-то сразу вспомнила фотку, как в России пельмени раздавали или что-то такое. Блины, да. Да, у меня по фоткам все. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, я посмотрю шпаргалки, что я вам еще пыталась. Ой, пыталась, хотела рассказать. Все, вопросов нет. Есть, но это надо искать. Ну, надо заходить на мой Facebook и искать их очень долго. Ну, вот я говорила, что проезд в метро стоит 3 доллара, но я рекомендую покупать безлимитный на неделю. Таким образом, вы только за один день, тем более, если вы путешествуете, и вы, то есть, вы пользуетесь часто метро, да, и то, хочу посмотреть, и то, то вы будете, не знаю, ну, раз 10 за весь день точно заходить в метро, а это уже 30 долларов. Поэтому покупайте безлимитный на неделю, он стоит 31 доллар, и все, и забудьте вообще с вопросом логистики. Плюс, опять-таки, используя проездной, вы можете добраться в аэропорт и из аэропорта в Нью-Йорк, потому что у них есть одна из веток метро, она идет к аэропорту. То есть, можно спокойно доехать таким образом, не обязательно брать такси. Ой, боже. Проживание – очень спорный вопрос, потому что, понятное дело, в Манхэттене жилье стоит намного дороже, чем в других районах. Я когда первый раз ехала, я жила в Бруклине у друзей мамы, я устроила скандал, что я не буду жить в Бруклине, потому что мне, опять-таки, казалось, что это суперопасное место. Опять-таки, вспоминая там гангстерские фильмы но нет, это абсолютно нормальный район, точно такой же, как Куинс. Стейтен Айленд, он находится на острове, поэтому туда просто неудобно добираться. Есть еще район Бронкс, который, ну, такой, лучше там не жить. У меня там жило несколько друзей, с ними все ок, но они говорили, что им было не очень комфортно. Я рекомендую селиться, ну, если хотите, можно найти в Манхэттене, в принципе, недорогое сравнительно жилье, но в среднем, если это гостиница, то вам надо рассчитывать, ну, долларов на 80-90 в сутки. Это если вам очень повезло. Это с человека, если вы берете номер на двоих. Если вы едете один, то это только хостел, понятное дело. Хостел в среднем от 50 долларов. Если жилье, если снимать квартиры, ну, немножко дешевле, чем гостиница. Если гостиница от 80 в Манхэттен, то квартира будет даже та же. Ну, окей, пускай будет от 70, но реально та же самая будет цена. А если вы будете искать жилье в Бруклине, то, в принципе, можно найти комнату за, не знаю, там, 60 долларов в сутки и гостиницу найти за те же деньги. И в сумме, если вы едете на 10 дней, то, да, там, 600 или 800 долларов. Есть разница. А? Да, но есть проблема. У меня все друзья, кстати, там, это бывшие все каучсорферы. Мне кажется, они уже такими не являются. Да, почему бывшие? Потому что еще вот в 12-м году, да, был каучсорфинг, Airbnb развивалась, ну, еще развивалась. А потом оно развилось, так сказать. Плюс в Нью-Йорке, допустим, если цены на продукты питания там вообще не поднимаются, то есть у меня вот есть любимое кафе в Центральном парке, там картошка как стоила 2,75, так она и до сих пор стоит спустя 6 лет. Она не подорожала ни на цент. То недвижимость там растет. И, соответственно, люди, которые живут в Нью-Йорке, они всегда ищут способ, как сэкономить, на чем еще заработать, потому что, в принципе, среднестатистический нью-йоркер, он платит 50% своей зарплаты за жилье. Поэтому те люди, которые были каучсорферами, они очень быстро переквалифицировались в Airbnb-шниках. Несмотря на это, да, там есть каучсорфинг, вы можете найти там кого-то, остановиться. Среди американцев, мне кажется, ну, по моему опыту, мне было легче искать каучсорферов, потому что американцы очень открытые, и они очень любят общаться с людьми, особенно из Европы, потому что Европа для американцев – это, о боже, просто, не знаю, как для нас Америка. Они очень хотят поехать в Европу, и они путешествуют, им интересно с вами пообщаться. Тем более Украина. Сюда, к сожалению, очень мало кто доезжает, потому что у нас мало... Нет, просто потому что у нас мало лоукостов. Да, у нас есть один визаэр, и, ну, мне друзья говорили, что, блин, мне стоит там полететь в Париж из Нью-Йорка 400 долларов или в Украину. А если я хочу из Парижа полететь в Украину, то мне это стоит еще плюс 400 долларов. Поэтому нет, сори, я не бличу к вам. Ну, условно. Вот, поэтому... Боже, а какой вопрос был? А какой был вопрос? А, проживание, да. Можно найти каучсорферов, но их становится все меньше и меньше. Поэтому немножко больше надо времени заложить. Можно жить в метро. Палатку. Ну, вообще, что касается, кстати, палаток, если вы поедете путешествовать по Америке с палаткой, то будьте с этим очень аккуратны, потому что там нельзя ставить палатку на каждом... на любом понравившемся месте. А? Под белым домом. Кстати, там, да, там... Ну, там не палатки, там просто люди стоят постоянно с какими-то лозунгами. А, ну, когда был митинг, можно было жить, да, на Уолл-стрит. Крутой андрис прописки. Нет, с палаткой, если серьезно, в Нью-Йорке нельзя останавливаться. И если вы путешествуете по штатам, то старайтесь останавливаться с палаткой именно в палаточных городках, в кемпингах, потому что... Ну, очень многие останавливаются. Вот мне понравилось здесь, разбил палатку и все. Но это может быть чья-то частная собственность, и потом начнутся проблемы, лучше этого не делать. Но если вы путешествуете с палаткой, опять-таки, очень много мест, где вы можете ее разбить легально с этих всех кемпингов. А? На крыше? Не знаю. Не пробовал. Угу. Из Нью-Йорка лететь в зависимости, куда вы летите. Потому что, допустим, из Нью-Йорка в Майами, если взять очень заранее билет, вот мы брали на май, в феврале, мы взяли за 125 долларов туда и обратно билет на самолет. Но, в принципе, я брала своей маме такой же билет за неделю или за две, он стоил 220, то есть, в принципе, ну, не 500 за две недели до полета. Из Нью-Йорка хорошо ездить или летать, как вам угодно. Вот Вашингтон, Бостон, Ниагара, туда, в принципе, можно добраться на автобусе. Если для вас не проблема провести 4 часа в автобусе, тот же Вашингтон и Бостон, 4 часа занимает дорога, можете поехать на автобусе или это час на самолете. Но я не вижу здесь смысла лететь на самолете, потому что автобус 4 часа, да, вы приехали, сели в автобус и поехали. А самолет летит час, но надо приехать за час до вылета, а потом еще и в аэропорт долго добираться, поэтому смысл теряется. Поэтому, да, если вы в Нью-Йорке, я рекомендую ехать в Бостон, на Вашингтон и Ниагара, правда, на Ниагару надо ехать 8 часов, но есть ночной автобус. Если лететь, да, нужно полететь во Флориду. Это Майами, Орландо там находится, в Орландо находится Дисней Ворлд, там находится Universal Studio, это очень крутые парки развлечений. Вход туда стоит от 100 долларов в день, но этот его стоит. Вы получите, ну, незабываемые эмоции и впечатления. Если говорить про Запад, я бы туда летела просто отдельно. То есть я бы сделала одно путешествие в Америку, допустим, вот Нью-Йорк и все города, которые я назвала, да, чтобы же не повторяться, а другое я бы отдельно просто полетела бы. Но я бы летела не в Лас-Вегас, а больше, больше вариантов в Лос-Анджелес полететь дешевле. И там просто брать машину на прокат и ехать по всем вот этим Гранд-каньонам, Юсемити-парк, Сан-Франциско, Лас-Вегас тот же. Вот так путешествую. Есть еще вопросы? Да. В путешествиях я обычно, если я путешествую по Америке, я стараюсь останавливаться в хостелах не потому, что это дешево, а потому что в хостелах всегда останавливаются путешественники, это открытые люди, и с ними очень легко там знакомиться. Это что касается путешествий. В Нью-Йорке я познакомилась со всеми через тот же каучсорфинг. То есть в Нью-Йорке очень активные каучсорферы, они постоянно устраивают какие-то вечеринки, то есть раз в два раза в неделю проходит официальная встреча клуба типа каучсорферов, и помимо этого они там все выходные тусят вместе, вот те же вот поездки, да, там на рафтинге, за этими ягодами мы ездили, когда мы чем ездили. В общем, все три месяца, все мероприятия, на которые я ходила, и друзья, которые у меня там есть, это все каучсорферы. То есть я, в принципе, пришла один раз на встречу, познакомилась с ребятами, меня добавили в группу, и все, потом начали присылать приглашение. В принципе, в Нью-Йорке очень легко знакомиться и на улице, то есть у меня есть несколько друзей, с которыми я познакомилась на улице, или в баре, вот я познакомилась в баре с парнем из Франции, когда мы смотрели матч Украина-Франция, Евро 2012, и мы продули. Я привыкла, что обычно, не знаю, я живу в Киеве, у нас часто на Олимпийском проходят футбольные матчи, и когда, не знаю, мы проиграли или выиграли, неважно, все равно происходит какое-то столкновение футбольных фанатов, но тем не менее, мы проиграли Франции, я была в баре, где были одни французы, одна я украинка, еще один парень украинец, и все, но удалось познакомиться с человеком, мы с ним долго общались. В метро очень часто знакомиться. Да, вообще, Нью-Йорк это особенное место, и почему там легко знакомиться, потому что, да и в принципе штаты, но Нью-Йорк особенно. Нью-Йорк, он был центром иммиграции, то есть через Нью-Йорк въехало, не знаю, там 50% жителей страны, которые там сейчас живут, ну, когда-то давно, сейчас они уже, конечно, у них потомство есть, поэтому, у меня, допустим, среди друзей в Нью-Йорке есть только один человек, который там родился, все приехали, поэтому, в Нью-Йорке, как легко знакомиться на улице, ты можешь подойти просто, или к тебе подходят, привет, как дела? Сначала идет, да, а потом звучит вопрос, откуда ты, и все, человек тебе отвечает, и каких-то, ну, элементарных знаний по географии тебе хватает, чтобы уже дальше с человеком общаться, да, то есть человек говорит, я из Италии, боже, я так люблю вашу пасту, вообще всю жизнь мечтал поехать, хочу видеть Рим-Коризей, а я из Украины, там, а я слышала, вот у вас очень вкусный борщ, все, уже можно как-то завязать дальше разговор, то есть, то есть есть как бы, есть первый вопрос, как дела, есть второй вопрос, откуда ты, от которого уже можно дальше отталкиваться и знакомиться, плюс очень часто нью-йоркеры очень общительные, то есть если вы едете в транспорте, и кто-то обращается к вам и говорит, мне нравится твоя сумочка, она очень красивая, это означает, что человеку действительно нравится ваша сумочка, это не означает, что он хочет ее украсть, потому что у меня первые разы была такая реакция немножко, окей, смешно, да, то есть можно, в принципе, разговориться опять-таки, у меня так подружка, кстати, познакомилась с другой девочкой, они теперь дружат, то есть кто-то там что-то кому-то сказал, типа там классная тушь, там, или, ну, женские разговоры, и все, разговорились, о, там, а где-то эту тушь купила, а там, ой, она такая, там, она плохая, не знаю, и все, вот они разобщались, или типа там, хочешь, я тебя отвезу в магазин, где эта тушь продается, да, покажи мне, все, вот и друзья готовые, поэтому очень легко, главное поддерживать разговор, то есть, и все, и все получается. Ну, там, ну, как бы не заставляет никто улыбаться, опять-таки, американцы, они такие же люди, как и украинцы, не знаю, как и французы, у них тоже бывают проблемы, но, я бы сказала так, там люди не то, чтобы улыбаются, потому что их постоянно прет, да, или у них все время хорошее настроение, а просто потому, что, ну, так исторически сложилось, у них немножко другая жизнь, и они растут, ну, по определению в других условиях, да, то есть, даже бедные семьи в США, и бедные семьи в Украине, или, не знаю, где-то, не дай бог, там, в Ираке где-то, да, то есть, это абсолютно разные вещи, и они просто уже с детства, ну, не хочется говорить более позитивные, потому что украинцы тоже позитивные люди, но, на них меньше наложился отпечаток истории, не знаю, как это сказать, поэтому, ну, да, у них как-то не так все плохо было, или есть, или, поэтому, просто они не такие грустные, не знаю, как я объяснила ли я вам или нет, а кто-то что-то спрашивает? Да, по поводу Гарлема, это прекрасный район, кстати, в Гарлеме находится вообще колумбийский университет, который входит в Лигу Плюща, значит, образование там стоит еще дороже, чем вот в том NYU, университете. Гарлем был опасным районом в 80-х, а в 60-х вообще жуть капец. Но сейчас это абсолютно нормальный жилой район, который, грубо говоря, грубо, в прямом смысле слова почистили, то есть там очень чисто, там очень цивильно, да, там живут афроамериканцы в большинстве, но это не те афроамериканцы, которые, увидев белого человека, начнут к нему подходить с ножом и там, не знаю, угрожать ему. Я последние три поездки регулярно останавливаюсь у подружки, которая живет в Гарлеме, и она тоже не афроамериканка, и она там живет, она вообще кореянка. И у меня никогда не было никаких проблем. Поэтому, да, Гарлем, это прекрасный район, это тоже Манхэттен, кстати, и вот там, кстати, жилье стоит дешевле, чем в центре города, чем в центре Манхэттена. И из Гарлема в центр Манхэттена вы доберетесь ну, за 15 минут на метро, а то и намного быстрее, за минут 10. Вот. Поэтому, в принципе, я рекомендую там останавливаться. Смотрите, если вы едете в Нью-Йорк, вам не нужен автомобиль вообще, потому что там постоянно пробки, и метро там на каждом шагу в прямом смысле слова. Опять-таки, для путешествия в тот же Бостон, в Вашингтон, на Ниагару тоже не надо машина. Лучше это сделать на автобусе или на самолете. Если вы едете во Флориду, вот там я рекомендую брать машину, потому что там всегда тепло, там всегда красиво. То есть можно прилететь в Орландо, там взять машину, поехать туда в Майами, из Майами поехать на Ки-Уэст. Ки-Уэст – такой небольшой городок, самая южная точка материковой Америки считается. И там очень прикольно ехать на машине, особенно на машине с откидным верхом. Что касается домов на колесах, я бы рекомендовала на них ездить именно по западу США. И тоже на западе США брать машину. Даже если вы едете, к примеру, из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско, тоже можно доехать на автобусе, но лучше брать машину. Потому что на автобусе вы едете просто в Лос-Анджелес, Сан-Франциско. Если вы едете на машине, вы едете еще по национальным паркам, вы можете поехать в тот же Лас-Вегас, Гранд-Каньон и так далее. Вот по западу вам просто необходима машина, потому что автобуса Лос-Анджелес, Гранд-Каньон не существует. Можно, конечно, подобрать какой-то автобус, который останавливается за 10 километров до Гранд-Каньона, а потом пешком идти вообще по пустыне какой-то к нему. Вам это не надо. Вот здесь нужна машина. По поводу стоимости можно взять... Ну, самые дешевые машины в принципе, они идут от 20 долларов в день. Поэтому, ну, это не так дорого стоит, тем более, если у вас несколько человек, четверо, это вообще получается по 5 долларов с человека в день. Бензин недорогой, он там измеряется галлонами, а не литрами. Ой, мне тяжело сказать о стоимости, но мы проехали 300 миль, это где-то 500 километров, и заплатили 15 долларов. В общем, цены на бензин такие же, как в Украине, практически. Может быть, немножко дороже, немножко. Вам будут также предлагать страховку на автомобиль. Ну, тут сами решайте, брать ее или нет, потому что машины все и так застрахованы. Но они будут вам предлагать страховку для вашей жизни. Но если вы едете в Америку, у вас уже должна быть туристическая страховка. Кстати, я по поводу страховки не сказала. Она не обязательно, то есть вас не будут проверять страховку при прохождении паспортного контроля или когда вы получаете визу, но я рекомендую всем делать туристическую страховку, потому что если у вас вдруг заболит зуб, то вам будет дешевле слетать обратно в Украину и обратно, чем лечить его там. Поэтому делайте страховку. И что-то еще хотелось сказать по машине, цену сказала. Все, наверное. Огромное количество компаний, которые в Украине тоже есть. Авис, Баджет, Энтерпрайз, Рентакар, Доллар есть, компания, в которой очень, она называется Доллар, в ней очень дешевые автомобили, но я не рекомендую ей пользоваться, потому что, ну, не надо на этом экономить. То есть у них там автомобиль может быть дешевле долларов на 5, вы устанете его ремонтировать по дороге. А, права, да. До 40 дней после прибытия действуют права. Ну, в принципе, у вас их будут проверять только если вы, не знаю, не дай бог попадете в аварию, да, или там очень сильно нарушить, и вас проверят. И то, кстати, немногие, точнее, не все полицейские знают об этом правиле, что вот до 40 дней, поэтому могут проверить и отпустить. Вот, но вообще официально, да, 40 дней после въезда вы можете пользоваться своими правами. И украинские права подходят, а потом можно вообще получать эти американские права временные. Ну, в этом нет смысла. Это очень долго. То есть, если путешествовать там полгода, да, в этом есть смысл, понятное дело, сделать их, если вы все полгода ездите на машине. Но если вы едете на пару недель или на месяц, 40 дней, это даже больше, чем месяц, то есть смысл просто своими пользоваться и все. Украинские права действительно, но те, которые вот на пластиковой карточке, то есть, если у вас права, не знаю, там, 2003 года, которые еще заламинированы, то они уже, ну, не уже, а надо переделать на карточку просто. Да, вот и все. А, я имела в виду по правам. Если есть вопросы, задавайте еще. все, окей. Так, что я хотела сделать? У меня есть визитки с адресом моего сайта. Я же говорила, что я очень много пишу о путешествиях по Америке, поэтому я с радостью с вами ими поделюсь. Единственное, что сайт сейчас на ремонте, он откроется где-то через 7-10 дней. Да, также, если вы собираетесь в Америку, у вас есть какие-то вопросы по организации или по получению визы, тоже на визитках есть мой Facebook профайл, можете спокойно мне писать, я с удовольствием всегда всем помогаю в каких-либо вопросах. В сентябре еду с группой по маршруту Нью-Йорк, Вашингтон, Бостон, Ниагарский водопад, поэтому, если интересно, тоже можете, уже когда сайт будет открыт, почитать об этом путешествии. You are welcome, присоединяйтесь. Спасибо вам большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ